Поговорим про саму методику выполнения фьюжн-биопсии предстательной железы. Сразу скажу, что в нашем институте мы выполняем трансректальную фьюжн-биопсию предстательной железы. Она требует меньше времени, меньше подготовки, она не требует анестезии, она не требует какого-то специального госпитализации, то есть мы это делаем в амбулаторном режиме. В принципе, это очень удобно для пациентов. Начиная с того, как мы подходим к выбору данного метода диагностики, именно фьюжн-биопсии, то есть первое, на что мы обращаем внимание, это анализ крови на ПСА. Также при его повышениях мы осмотрим пациента в трансректальном, пальцевом и ректальном исследовании. Второе, на что мы обращаем обязательно внимание, это мультипариметрическая морта предстательной железы с контрастированием, про что предыдущий докладчик вам рассказывал. И при выявлении очагов подозрительных на онкологический процесс, мы уже принимаем решение о необходимости выполнения фьюжн-биопсии предстательной железы. Также обязательно мы должны оценивать анализы крови, это клинический анализ крови, биохимический анализ крови, когулограмму для того, чтобы минимизировать различные риски кровотечений, ну и остальные ненужные сложения, которые мы сможем сталкиваться в повседневной практике. Далее пациент самостоятельно подготавливается, то есть я рекомендую пациентам выполнение клизмы небольшой перед выполнением, чтобы очистить ампулу прямой кишки, а также назначение антибактериальной терапии для того, чтобы минимизировать воспалительные процессы. Ну и дальше идет сам процесс подготовки нас как врачей и пациента к данной манипуляции. Ну, далее я приведу клинический пример, один пациента, про которого мы выполнили фьюжн-биопсию предстательной железы. Пациент А, 63-х лет, обратился к нам в Институт онкологии Петрова. Из анамнеза известно, что при планном обследовании у него выявлено повышение простатоспецифического антигена до 6 г на миллилитр. Самостоятельно он обратился к нам в научно-исследовательский центр. Было выполнено мультипараметрическое МРТ предстательной железы, по результатам которого у пациента выявлено два очага предстательной железы, которые оценены по системе PIROTS V2.1 в 4 балла. И на основании наличия данных очагов и незначительно повышенных цифр ПСА было принято решение о выполнении фьюжн-биопсии предстательной железы. Следующим этапом происходит подготовка врача к выполнению данной манипуляции. Мы сопоставляем снимки магнитно-резонансной томографии для того, чтобы нам понимать, из каких мест, из каких долей, из каких очагов нам надо выполнять прицельные проколы и прицельный забор материала. В данной сложившейся ситуации мы видим, как в средней трети левой доли на границе ПЗП или ПЗП имеется очаг гиперинтенсивный на Т2 взвешенных изображениях и на ИДК и гиперинтенсивный на DVI с ранним накоплением контраста. Размерами данное образование менее полутора сантиметров. И вот по всем этим характеристикам данный очаг был оценен в PIROTS-4, на основании чего конкретно из этого очага была выполнена прицельная биопсия. Вот он, сам видеофрагмент. Надо сказать, что был еще один небольшой очаг, который был оценен в PIROTS-3, но также мы решили из него выполнить также прицельную биопсию. На данный момент мы прицеливаемся в очаг A, он как раз является PIROTS-3, то есть у нас идет слева изображение МРТ, а справа это ультразвуковое исследование, благодаря тому, чему мы прицелимся. Ну вот, сейчас идет наведение, и вот произошел выстрел из очага A. После чего мы, собственно говоря, выполняем позиционирование и прицеливание уже того очага PIROTS-4 в средней трети левой доли, который оценен был в PIROTS-4. То есть вот идет у нас сопоставление данных МРТ на левой половине экрана с данными ультразвукового исследования трансректального датчика. Ну вот у нас есть... Вот сейчас идет небольшая корректировка по APEX-у, для того, чтобы нам четко иметь понимание расположения данного очага. Вот у нас идет... Вот мы уже полноценно по ультразвуковому исследованию понимаем его расположение. Вот произошел выстрел и забор материала на гистологическое исследование. Ну из этого очага мы сделали два прицельных забора, потому что очаг небольшой, для того, чтобы минимизировать какие-то риски, да, того, чтобы мы не попали и забрали недостаточное количество материала, мы выполнили два прокола, вот было сейчас видно, как игла прошла, из вот очага подозрительного. Далее материал был отправлен на гистологическое исследование. Пациент в удовлетворительном состоянии через один час был отпущен домой, никаких жалоб в перспективе он не предъявлял. И по данным гистологического исследования в трепанбиоптате номер два, это как раз из очага B, который был выполнен, мы получили фокус ацинарной аденокарциномы предстательной железы, сумма баллов по глисону 6,3, плюс 3. Грейт групп 1. Ну вот, тем самым мы показали на данном исследовании, мы показали данным и методом, что это было оправдано, выполнение даже на фьюжн биопсии, и она показала свою эффективность, потому что при выполнении обычной трансректальной биопсии попасть конкретно в этот очаг, скорее всего, не представилось бы возможным. Если говорить про итог выполнения фьюжн биопсии, фьюжн биопсии – это более точный, безопасный метод диагностики онкологических процессов предстательной железы. Точность результатов фьюжн биопсии по одним данным превышает 70%, по каким-то 85%, но мы видим, что это довольно-таки точный метод исследования. И надо понимать, что при диагностике онкологического процесса рака предстательной железы на ранних стадиях пятилетняя выживаемость пациентов достигает 100%. То есть, опять же, в данной ситуации мы получили с самого начала, грубо говоря, онкологического процесса предстательной железы, прогноз у пациента благоприятный, далее пациент обследуется, далее пациенту будут предложены варианты лечения, и пациент будет принимать решение, какой выбор, какой вид лечения он примет, наблюдение, хирургическое лечение, либо высокодозную брохитерапию, что мы можем выполнять в нашем институте онкологии Петрова. Что касается самого исследования, самого выполнения фьюжн биопсии, то на данный момент у нас есть возможность выполнения данной манипуляции в рамках ОМОЭС. Для этого, как я уже говорил, пациент должен обратиться к нам в институту онкологии на первичный прием, мы проводим необходимые обследования, то есть мы должны посмотреть уровень ПСА, мы должны оценить мультипараметрическое МРТ предстательной железы, далее пациент по полису ОМС с предоставлением списка необходимых анализов и направлением 0,57 формы. При наличии, опять же, хочу сказать, показаний к выполнению именно фьюжн биопсии предстательной железы, потому что если мы видим, что в данной ситуации, например, у пациента нет показаний именно для фьюжн биопсии предстательной железы, а для выполнения обычной трансректальной биопсии предстательной железы, она будет выполнена обычно. А фьюжн биопсии, надо понимать, это должны быть определенные показания, То есть это один или несколько очагов небольших размеров, которые требуют именно прицельного забора материала. Спасибо огромное.